Друзья, у нас сегодня праздник Рожка-Шана. Прекрасный праздник, Новый год. Виктор, спасибо, рассказал определенную традицию, о традиции праздника. Я немножко тоже в двух словах скажу то, чего Виктор не сказал. Все-таки время 15 минут Торы, не всегда успеваешь сказать все, что хочешь и все, что можно. Но в двух словах дополню. Йом-Труа. Вообще, как было сказано, библейский праздник Йом-Труа. Но стал он таковым, был он таковым изначально. Рожка-Шана стал, после чего? После, во время бавилонского пленения. В 6 веке этот праздник, когда были изменены названия самих праздников, ой, названия самих месяцев, я прошу прощения. Название месяцев этот праздник начал называться Рожка-Шана. Сегодня мы, у нас, как говорится, не сам праздник, а праздничное служение. Праздник начался у нас вечером 20-го числа. Был два дня, как уже было сказано. Но, скажу так, что сейчас мы с вами находимся, хоть у нас начались только начало дней трепета, но мы находимся в середине 40-дневного периода, такого интересного 40-дневного периода духовного очищения еврейского народа. Почему 40-дневного, спросите вы? Потому что первыми днями, первыми 30 днями был один такой очень интересный месяц. Я думаю, что многие из вас знают, это месяц Элул, который был перед Рожка-Шана. И что это за месяц? Это был месяц подведения итогов. Мы с вами, я думаю, проводили самоанализ, мы заглядывали в нашу жизнь, мы осмысливали наши поступки и оценивали, насколько же мы возросли духовно в этом месяце. Делал кто-то это? Я думаю, делали, вы просто стесняетесь. Если не делали, то, даст Бог, со следующего года начнем мы делать, потому что это хорошая традиция. Есть хорошие традиции. Писание, как опять же было сказано, говорит, все испытывайте хорошего, держитесь. И это та часть, которую мы можем держаться, исследуя себя. Что это за месяц такой, особенный месяц Элул? Это месяц особенной близости Всевышнего. Особой, какое-то вот особого состояния близости. Это время, когда мы, как невеста Божия, мы переживаем встречу с небесным нашим женихом, внутреннюю встречу. Мы встречаемся с ним. И намек в этом содержится в одной интересной книге, в «Песне песней» есть такой интересный стих. «Я принадлежу возлюбленному моему, а возлюбленный мой мне». И вы знаете, на иврите первые буквы этих слов, этой фразы, они вслаживаются в название месяца Элул. И это может показывать определенные некоторые интересные моменты. Какие интересные моменты мы можем видеть здесь? То, что, по сути, обращение идет от невесты к жениху. Невеста обращается к жениху. Не жених невесте, а невеста обращается к жениху. И вы знаете, для нас это прообраз того, что мы, как дети Божии, в это время обращаемся к Всевышнему. Но что интересно, месяц Элул – это обычный месяц. В нем нету праздников. И это нам показывает то, что мы, живя обычной нашей жизнью, мы же не всегда имеем праздники. Вот, например, Рош-Хашана. Мы имеем день празднования, когда мы особенным образом направляем наш взор. Но мы должны всегда взирать на Бога. И этот месяц, он показывает нам, что мы можем постоянно, в любой момент нашей обыденной жизни должны иметь особенное время, когда мы это делаем. Я думаю, 365 дней в году это делать именно в таком формате будет непросто. Поэтому Бог, Он отделил праздники для того, чтобы Его народ особенным образом, понимая суть этих праздников, Он совершал эту самооценку, Он совершал этот внутренний анализ, понимал, насколько я расту, насколько я двигаюсь в исполнении Божьей воли, чтобы Он делал то, что все, Виктор уже сказал, не буду повторяться на комментарии Торы во время этих дней, дней трепета, когда мы действительно приходим к Богу с нашим покаянием. И я говорю об этом для чего? Я говорю опять же, чтобы мы понимали традицию. Нам важно понимать традицию, потому что очень много хорошего и доброго мы можем в этой традиции найти. И эта традиция, она ведет нас к дням трепета. Вот мы сейчас находимся, у нас дни, эти дни трепета, когда мы имеем эту связь с Богом некую особенную. И я хочу, чтобы это стало нашей не религиозной традицией, а практикой. Знаете, может быть традиция, а может быть практика, живая, когда мы заглядываем. Я расскажу вам небольшой пример из своей жизни. Вот мы с женой много лет назад приняли, у нас такая есть традиция, ну, добрая традиция. Мы каждый год записываем наши вопросы, наши чаяны, наши стремления, цели к Богу. И вот есть период, когда мы достаем эти листики, и мы оцениваем, насколько мы достигли такого, к чему мы стремимся. Там всевозможные, там несколько уровней, мы, там духовные нужды, там нужды служения, нужды бытовые обычные. И мы оцениваем, смотря, как Бог действует в нашей жизни. Мы заглядываем внутрь себя, и вы знаете, это очень интересно. Вот очень интересно. Это мотивирует двигаться дальше. Это мотивирует что-то изменить в своей жизни. Это очень хорошая практика, и я вам ее рекомендую. Итак, Рошкашана. Если мы посмотрим в тонах, то о самом празднике говорится достаточно мало. Я прочитаю. Это книга Левит, 23 глава, с 23 по 25 стих. «И сказал Маше, говоря, скажи сынам Израилевым, в седьмой месяц, в первый день месяца, да будет у вас покой, праздник труп, священное собрание. Никакой работы не работайте и приносите жертву Господа». После этого идет переход к следующему празднику. В книге Бевиндбар, в книге чисел, говорится немножко больше. «И в седьмой месяц, в первый день месяца, да будет у вас священное собрание, никакой работы не делает. Пусть это у вас день трубного звука будет. И приносите все сожжения в приятное благоухаяние Господу». И перечисляется, что необходимо принести, какие жертвы. Это вся информация. О самом трубном звуке мы слышим, но о празднике практически информации, она очень сжата и очень мало. И чтобы лучше понять смысл праздника Рошхашана, наши мудрецы еврейского народа, они заглядывали далеко в прошлое, пытались заглянуть в Писание, в Тору и увидеть, что же, что же это такое. И еврейская традиция, мы уже слышали часть того, что говорят, она говорит еще о том, что о бараньих рогах, в которые трубили при Егоше об Эннуне около стен Ерихона. Говорили также, добавляю к тому, что было сказано, также эта традиция говорит, что вспоминают о жертве Исаака, что Бог дал заместительную жертву, дал заместительного вот этого вот барана. Много, очень много моментов интересных, но смотря в Священное Писание, мы можем видеть, действительно, звук шафара, он направляет наш взор назад. мы смотрим в Писание назад, но его звук, он также направляет нас и в будущее, он направляет наш взор вперед, потому что мы понимаем, что Божий план, мы находимся в некой части Божественного плана, и что-то уже прошло, что-то было сзади нас, а что-то будет еще впереди. Нам об этом говорит Священное Писание. И мы знаем, что в будущем, когда весь Израиль будет собран снова на своей земле, при звуке, это произойдет именно при звуке шафара. Это будет при звуке шафара, как об этом возвещали Божьи пророки. И поэтому свою проповедь я назвал, чтобы достойно жить сегодня, надо заглянуть назад и иметь надежду впереди. Сейчас уже переходим к тому посланию, которое я хотел вам сказать. Друзья, я хочу задать вам вопрос. В этот праздник хочу задать вам вопрос. Что для нас с вами звук шафара? Просто звук бараньего рога? Друзья, или когда мы слышим этот звук, в наших сердцах что-то происходит. Я скажу, что действительно, звук шафара, он обращает наш взор назад. Мы вспоминаем трубный звук у горы Синай. Вспоминаем? Вспоминаем. Мы вспоминаем, как Бог явил себя еврейскому народу. Мы вспоминаем, как скрупнули стены Ерихона. Мы вспоминаем, как Гедеон и с ними 300 человек победили великое войско Мадианитян и Амаликитян. Мы вспоминаем, как Давид вносил ковчег в Иерусалим при звуке шафара. И этих историй великое множество, когда Писание нам указывает о трубном звуке. И что это такое? Что это такое? Это история еврейского народа, которая описана на страницах Танаха, на страницах Священного Писания. И что же это за история? Это история, которая направляет нас к Богу Авраама Ицхака Якова. Это история напоминания. Звук шафара – это напоминание нам. И в книге Беметбара, вот чисел 10 глава, 10 стих говорится, «И в день веселья вашего, и в праздники ваши, и в новомесяче ваши тоже трубите в трубы при жертвах всесожжения ваших и при жертвах мирных ваших, и будут они вам для напоминания пред всесильным вашим». И что это за напоминание, говорит Господь? «Я Бог всесильный ваш». Звук шафара напоминает, что Бог, Он наш Бог всесильный, наш. Звук шафара направляет нас к Богу, друзья. И к Богу, который избрал еврейский народ, который всегда был и остается верен еврейскому народу, несмотря даже на его неверность. Мы видим историю, что очень часто еврейский народ, он отворачивал свой взор от Бога. Но Бог всегда остается верный своему народу. Мы обращаем свой взор к Богу, который установил и открыл нам план своего спасения. Он открыл нам его на страницах священного писания, и мы можем видеть то, что было сделано Богом, и то, что Он сделает впереди. Он открыл нам это. К Богу, Который устами пророка Еремии, Он обещал новый завет для еврейского народа. Мы знаем с вами, это Еремия, 31 глава. «Вот наступают дни, говорит Господь, когда я заключу с домом Израиля и с домом Иуды новый завет». И дальше говорится, этот завет будет другой, не тот, который нарушили, но новый завет. Я напишу, на скрижалях сердца будет написан закон. И вы знаете, несмотря на то, что не все понимают и принимают, что этот завет уже заключен, он, этот завет, уже заключен, этот новый завет, о котором писал пророк Еремия. Он установлен Богом. История направляет нас к Богу, Который устами великого Маше, Он и устами своих великих пророков направлял свой народ непосредственно к Мессии Израиля. И читая Брит Хадаша, мы с вами можем видеть о том, что в послании Галатам написано, «Итак, закон был для нас детоводителем к Мессии, к Ешо, дабы нам оправдаться верою». И я хочу, с вашего позволения, перевразировать немножко этот стих, если можно это сделать, конечно. Я бы сказал, что история еврейского народа, обрабленная Божьим законом, является детоводителем к еврейскому Мессии, который оправдывает всякого человека, верующего в Него. А что это значит? Это значит то, чтобы человеку обрести спасение, к которому стремятся люди, внутренне понимая, что мы нуждаемся в спасении, что человеку необходимо обратиться к Ешо. Чтобы иметь оправдание, нужно обходиться к Ешо. Оправдание в Боге, перед Богом, мы находим только в Ешо. И это то, к чему стремится еврейский народ в дни трепета. Это то, к чему стремится, к оправданию, к тому, чтобы быть в правильном положении перед Богом. И человек для этого что должен сделать? Он должен поверить в того, кто две тысячи лет назад сошел с небес, оставил славу с небес и пришел на эту землю для того, чтобы принести это оправдание, для того, чтобы умереть на кресте Голгофы. Потому что Ешо это сделал, чтобы именно его избранный народ, еврейский народ был спасен. Потому что прежде всего он пришел для того, чтобы спасти погибающих овец дома Израилева. И остальные народы они присоединяются к израильскому народу, который имеет ключевую роль в божественном плане, записанном на страницах священного описания. Нет другого имени, которым можно было нам спастись. Из года в год Шафар Нарош Хашана призывает еврейский народ к покаянию, к покаянию направляя в течение вот этих вот десяти дней, дней трепета к дню искупления. Этот день мы знаем называется также судный день, сегодня слышали. И сам Всевышний указывает в этот день, в судный день, что он праведный судья. Он один праведный судья, а человек нуждается, мы как люди, мы нуждаемся в том, чтобы наши грехи были покрыты, мы нуждаемся в Божьем прощении. Это очень важная часть, мы нуждаемся в Божьем прощении. Но знаете, что удивительно? Удивительно то, что сам судья, он стал нашим оправдателем. Потому что, почему это? Потому что сам Ешоа, сам Господь Ешоа, в определенное Богом время, он взял на себя наши грехи. Он испытал за это праведный суд. Он испытал, понес на себе этот праведный суд, который Бог должен быть излить, осудив грех. И он тем самым во всей полноте, во всем совершенстве удовлетворил божественное правосудие. Он удовлетворил, он сделал это сполна. Совершил полное наше искупление, покрыв наши грехи собою, своей кровью, даровав нам с вами истинное оправдание Боге. И как говорит Исайя в 53 главе, Господу угодно было поразить его. И он предал его мучению. Когда же душа его принесет жертву милостивления, он узрит потомство долговечное, и воля Господня благоуспешно будет исполняться рукою его. На подвиг души своей он будет смотреть с довольством. Через познание его праведник, раб мой, оправдает многих и грехи их на себе понесет. Амэн, друзья. И звук шафара сейчас он направляет звор еврейского народа назад в историю, призывая его к покаянию за неверие. В покаяние за неверие в того, кто есть истинное искупление и оправдание. И провозглашая год за годом звук шафара провозглашает искупление, оправдание своему народу вешуа мессии. Для тех же, кто уже уверовал вешуа, что такое звук шафара? Он направляет нас в прошлое. Он утверждает нашу веру. Не правда ли? Когда мы смотрим на те обстоятельства, на те истории, от которых Писания описывает жизнь патриархов, в которых Писание описывает жизнь нашего народа, на то, как они проходили эти испытания, мы вдохновляемся и мы становимся способны, взирая на Бога, проходить наши испытания. Ведь я думаю, каждый из нас что-то проходит. я всегда говорю, чем мы отличаемся от неверующих людей? Практически ничем. Визуально мы такие же самые, у нас нету некого такого особенного видимого отличия, да, нимба нету, но у нас есть надежда и вера, вера в Бога, это нас отличает. То, что когда возникают какие-то вопросы, мы верим, что спаситель нас жив. Мы верим, что Бог поступит так, так, как Он говорит в Своем Слове. Он не изменяется. И когда мы проходим испытания, это прекрасное время, мы заглядываем внутрь себя и говорим, Боже, я знаю, праведен, наверное, мне надо что-то посмотреть внутри себя. Мы оцениваем, изменяемся, преображаемся, молимся, каемся. Это прекрасное время. И история, она учит нас. Учит нас проходить наши испытания. Жить нас. Она учит нас жить. Жить правильно, жить правильно. И я скажу, что Бог хочет, чтобы мы были дороже золота. Вот в этих испытаниях мы становимся дороже золота. В огне испытания мы очищаемся. И в этом прекрасном празднике Сам Всевышний напоминает нам о трубном звуке, утверждая нашу веру. Он утверждает нашу веру, чтобы мы совершали путь нашего спасения. Совершали его в страхе и трепете. Совершали его в радости пред лицом Всевышнего. Итак, друзья, что для нас звук шафара? Просто звук инструмента, издающего удивительный звук, направляющий нас в прошлое? Или мы понимаем, что в звуке шафара, который звучит на рожка шана, есть еще одна часть? Я скажу так, что Бог хочет, чтобы мы не просто совершали со страхом и трепетом путь своего спасения. Это не то, что Он определил для нас в полноте. Это одна из частей. Бог хочет, чтобы мы с вами стали Божьими шафарами, которые будут возвещать спасение еврейскому и не еврейскому народу, чтобы мы возвещали, что Ишуа, он есть Машех, царь и спасение этому миру. И именно на рожка шана из года в год звук шафара напоминает нам, что мы спасены, мы спасены, чтобы стать Божьими соработниками в исполнении его божественного плана. Не просто наше спасение, мы Божьи соработники, чтобы мы должны стремиться к тому, чтобы его царство распространялось, чтобы его царство утверждалось на этой земле. И вы знаете, интересно, псалмопевец в своем самом первом псалме он говорил такие очень интересные слова. Это не первый по счету, это первый псалом, который он передал Асафу и левитам, чтобы они этот псалом исполняли в храме для возвеличивания имени Господа. И он говорил следующее, об этом мы считаем в книге Первая Параполимпоминон, извините, для меня до сих пор, я 15 лет верующий, до сих пор не научился выговаривать это слово. Пойте Господу вся земля, благовествуйте изо дня в день спасения его, возвещайте язычникам славу его, всем народам чудеса его, ибо велик Господь и досохвален, страшен паче всех богов. Благовествуйте изо дня в день спасения его. Иброг избрал нас, чтобы мы как раз благовествовали изо дня в день его спасения. Сам Ишуа во время своего земного служения он дал нам это поручение. Я думаю, все вы знаете великое поручение Иисуса Христа Ишуа Мессии. И понимаем ли мы это? Понимаем или мы думаем, ну, я буду сторонним наблюдателем. Это как бы не совсем мой дар, но я думаю, что не так. Я думаю, что мы понимаем это. Мы понимаем это, потому что Писание, оно говорит об этом. В первом послании Петра Брит Хадаша апостол Петр Кифа, он говорит следующее. Но вы род избранный, царственное священство, народ святой, взятый в удел, дабы возвещать совершенство призвавшего вас и смы в чудный свой свет. Некогда не народ, а ныне народ Божий. Некогда не помилованные, а ныне помилованные. Прекрасные слова. Некогда не народ, а ныне народ. Мы народ, который призван возвещать совершенство призвавшего нас из тьмы в чудный свой свет. И значение слова возвещать, что это значит? Это сообщать, это уведомлять, это разглашать. Мы должны сообщить всем, что Спаситель наш жив. Мы должны разглашать это всему миру, заявляя, что Ишуа, мессия Израилева, мы избраны Богом, чтобы стать Божьими глашатаями, Божьими сахшафарами, собирающими его народ в его царство. Бог, царь Израиля и царь этого мира и его царство, оно будет установлено здесь. Несмотря на то, что сейчас здесь есть, присутствует царство тьмы, царство князя сего, мира сего, мы знаем, что Ишуа, наш царь, и то царство, которое есть внутри наших сердец, оно в определенное Богом время будет видимо установлено на земле. Слава Господу! Это слава Богу! Ваши оплески, это слава Господу, который это совершит. И я хочу сказать, давайте немножко поговорим на чистоту. Можно? Немножко на чистоту. Все-таки человеку, вот, мы существа с плохой памятью, да, и, наверное, это было во все времена и во всех народах, поэтому Бог и установил свои праздники, чтобы они были напоминанием, чтобы они нас как раз направляли, не дали нам забыть об этом. Но люди 21 века, у нас это напоминание прогрессирующее, знаете, оно как-то вот, забывчивость наша, она увеличивается с каждым годом, и для этого, я думаю, у многих из вас есть в ваших телефонах такая функция, напоминалочка себе так, опа, я себе ставлю так, комментарий Торы, у меня дзынь там за недельку, сигнальчик, оп, что-то надо сделать, дзынь, все, и скажу так, что звук шафара это Божий дзынь для нас с вами, это Божие напоминание о том, что есть у нас призвание, есть призвание нести Божье Царство этому миру, и напоминание, дело, конечно, хорошее, да, вот, ну, напомнили, ну, можно забыть опять, человеку нашего времени просто необходима внутренняя мотивация, если у нас не будет внутренней мотивации, вряд ли мы что-то будем делать, можно сказать, что мы служим Богу, конечно, еще своей благодарности, я думаю, это первая, самая главная мотивация в наших сердцах, что мы благодарны Ему за то, что Он совершил ради нашего спасения, за жертву Ешуа, но давайте опять будем говорить с вами на чистоту, эта благодарность, она выражается у каждого из нас по-разному, да, кто-то может, например, уверовать и сказать, я крал, я был плохим человеком, я сейчас не делаю, это моя благодарность, я прихожу в собрание, это моя благодарность, кто-то может быть наоборот, что-то активно делать, что-то это, тем самым выражая благодарность свою Богу, однако, есть особенная часть, о которой говорит Писание, да, и дает нам внутреннюю мотивацию, именно внутреннюю мотивацию к тому, о чем мы говорим, благовестию, вы знаете, я не скажу, что это только лишь она дает внутреннюю мотивацию, есть еще определенные моменты, но это одна из основных частей, прочитаю вам об этом, об этой внутренней мотивации очень часто говорил Ишо, об этой внутренней мотивации очень часто говорили его апостолы, и Рав Шауль, он тоже говорил об этом, знаете, о чем я сейчас говорю, я говорю сейчас о награде, награда, нашей внутренней мотивации должна быть награда, конечно, я скажу, что христианам очень присуще, нам нравится быть такими, знаете, такими, ну, скромняшками, ну, как же я буду служить Богу, чтобы что-то получить, нет, ну, но Писание говорит о том, что надо стремиться к награде, Ишо, он вдохновляет нас жить, чтобы получить награду, Рав Шауль, он говорит тоже, следующие слова, первое Коринфянам, девятая глава, «Ибо если я благовествую, то нечем мне хвалиться, потому что это необходимая обязанность моя, и горе мне, если не благовествую, ибо если я это делаю добровольно, то буду иметь награду, а если не добровольно, то исполняю веренное мне служение». Я не буду читать весь этот отрывок, там есть призыв к награде, и он говорит интересные вещи, о благовестии, во-первых, это обязанность, можно сказать, но это он говорит о себе, но говорит для нас, да, такой интересный, говорит вроде для себя, но говорит для кого-то, потому что записано на страницах Священного Писания, нам в пример, нам в назидание, далее он говорит, во-вторых, горе мне, если это я не делаю, а в-третьих, говорит, если делаю это по желанию своего сердца, то буду иметь обязательно награду, буду иметь награду, и далее он говорит о принципах благовестия, о них я говорить не буду, и потом свое удивительное наставление он заканчивает в 24 стихе следующими словами, «Не знаете ли, что бегущие на аресталище бегут все, но один получает награду, так бегите, чтобы получить, бегите, чтобы получить награду от Господа, Бог желает, чтобы мы жили, служили Ему с пониманием, что мы будем вознаграждены на небесах, и чтобы мы хотели получить эту награду, чтобы мы стремились к этой награде, Бог этого желает, и праздник Рош-Хашана напоминает нам, что мы Божьи шафары призванные возвещать спасение в Ишуа Мессии, возвещать суд непокорившимся истине, которая утверждает, что Ишуа он есть Мессия и спасение Израиля, именно такая жизнь, наша жизнь возвещателей, глашатаев, она может называться достойной жизнью в Ишуа Мессии. Это очень важный момент, друзья. Идем дальше. Что для нас звук шафара? Просто звук инструментов, которые направляют нас в прошлое и напоминают нас о праведной жизни сегодня? Есть в этом звуке еще одна часть. В Деяниях написано «Итак, оставляя времена неведения, Бог ныне повелевает людям всем повсюду покаяться, ибо Он назначил день, в который будет праведно судить Вселенную, посредством предопределенного им мужа, подав удостоверение всем, воскресив его из мертвых. И мы все с вами знаем, рано или поздно, каждый человек, он пристанет на суд Божий». И для кого-то, друзья, это такое не очень радостное событие, да, кто-то ожидает его, может ожидать его с переживанием. еврейская традиция говорит, что трубный Зух Рошашана как раз он напоминает, является вызовом на этот Божественный суд, и как я сказал, конечно, многих она, эта перспектива пугает. Есть люди, кого она пугает, но не нас с вами, да, нас она не пугает, но для тех, кто исповедует Ишуа Господом и Спасителем это радостное и это ожидаемое событие. Это приглашение, вот Виктор говорит, приглашение на свадьбу, это радостное событие, событие, наполненное верой, событие, наполненное надеждой, ведь на этом суде, друзья, мы будем оправданы, это не будет суд осуждения, это будет суд оправдания, и каждый из мессианских верующих, каждый человек, который исповедует Ишуа Мессии, каждый на этой земле, будь то еврей или не еврей, он получит не наказание, а получит награду, мы получим награду сообразно наших дел от самого Господа, мы с вами получим эту награду, мы ждем этой встречи, да, не правда ли, мы ждем этого времени, мы ожидаем его, когда по всему миру будет услышан этот звук шафара, который воззвестит приход еврейского мессии, который придет уже судить эту землю, я не знаю, друзья, вот я скажу так, есть одна очень интересная дисциплина духовная, это дисциплина воображения, она сейчас не сильно практикуется, но это очень хорошая дисциплина, я скажу, что, конечно, фантазировать не надо, можно такого нафантазировать, что не переведи Божие, но можно представлять себе определенные вещи, и я вот представляю в своем уме эту, как же это будет, мне интересно, вот как это будет происходить, и не знаю, как в деталях, но я думаю, что мы поймем, что это звук шафара, что это звук возвещающий приход Ешуа, я думаю, что в момент, в этот момент в наших сердцах будет происходить какое-то особенное переживание, какое-то особенное состояние трепета встречи с Ешуа, Писание об этом не говорит, это мое такое понимание, но я знаю, что эта встреча состоится, все мы предстанем перед Богом, и надо жить с прискушением этой встречи, это очень хорошо ожидать встречи, готовиться к этой встрече, Рафшаул описывает это событие, и он говорит, в первом Фессалоникийце 4 глава, он говорит, потому что сам Господь при возвещении, при гласе Архангела и трубе Божией сойдет с неба, и мертвые в Мессии воскреснут прежде, потом мы, оставшиеся в живых, вместе с Ним восхищены будем на облаках в средине Господа на воздух, и так всегда с Господом будем, и так утешайте друг друга семи словами, друзья, Ишуа придет при звуке Шафара, и Рош-Хашана с его трубным звуком, он утешает тех, кто верует в Ишуа Мессию, в обещанного Мессию Израиля, слыша звук Шафара, мы устремляем свой взор вперед, действительно, мы устремляем свой взор вперед, когда Ишуа, он вернется за своей невестой, он вернется за своей кигелой, он вернется за своей общиной, и если первый раз Ишуа пришел в уничижении, он пришел для того, чтобы пострадать на кресте Голгофы, он пришел для того, чтобы понести на себе поругание от язычников, умереть страшной смертью на кресте, то второй раз он придет в великой славе, придет, чтобы нас прославить, его имя прославится, и он прославит нас, своих детей, друзья, звуком Шафара, который звучит в рож Хашана, Бог призывает нас жить достойно Ишуа сейчас, заглядывая назад в историю еврейского народа, ведущую к Ишуа Мессии, и с надеждой смотреть жизнь в будущее, ожидая встречи с нашим Господом, потому что Рав Шауль говорит о Мессии, все им и для него создано, и он есть прежде всего, и все им стоит, это слова Ишуа, это слова о нашем Господе и Спасителе, если же вы не имеете этой надежды, может быть, на этом месте вы первый раз, Бог сегодня хочет вам ее подарить, Бог хочет подарить вам эту надежду, это его безвозмездный дар для вас, это то, что он предлагает даром, я не знаю, как вы попали, может быть, на это место, может быть, вас кто-то пригласил, может быть, вы проходили мимо, услышали музыку, поднялись сюда, может быть, вы получили приглашение смс, которое мы рассылали, но я знаю точно, что то, что вы здесь, это не случайно, это Бог приглашает вас сюда, чтобы сегодня звук шафара, который вы слышите, он открыл ваше сердце, двери вашего сердца для Бога, для Бога, который любит вас, свою любовь, он доказал, 2000 лет, чуть больше 2000 лет назад, на определенной горе, эту гору называют Голгофом, Божий Сын был распят за твой и мой грех, Божий Сын понес на себе твое и мое наказание, наказание, он сделал это, чтобы мы могли быть оправданы перед Богом, там на кресте Голгоф и Ишуа, будучи жертвой, будучи Божьим Агнцем, он пролил свою святую кровь, чтобы дать каждому человеку, который в это верит, чтобы дать тебе и мне вечное искупление, и если ты понимаешь, что твои грехи сегодня, они нуждаются в покрытии, если ты осознаешь нужду в прощении, если ты понимаешь, что твоя жизнь, она не соответствует Божьим стандартам, то сегодня это твой день, сегодня время поднять руки к своей Богу и сказать Божий прости меня, прости меня за мои грехи, я действительно неправ при тобой, сегодня время призвать того, кто дает спасение, и если есть сегодня человек, который этого не делал, это ваше время, это ваше время, не стесняйтесь, вы пред Богом стоите, здесь всего лишь люди, но стоим мы все пред Богом, вы можете сейчас поднять свои руки к Богу, попросить прощения, и призвать Ешуа Хамышеха в свое сердце, ваше сердце, я уверяю, если вы действительно это сделаете искренне, придет истинное прощение, и истинное оправдание, так говорит Божье Слово, так говорит Писание, закончить свою проповедь хочу звуком шафара, сегодня праздник, звук шафара, Псалмопевец Давид, говорил следующие слова, Псалм 88, блажен народ, знающий трубный зов, они ходят во свете лица твоего, Господи, а имени твоем радуются весь день, и правдой твоей возносятся, ибо ты украшение силы их, и благоволением твоим возвышается рог наш, в рожхошена, друзья, многие люди, к сожалению, не понимают этого, но мы, друзья, мы знаем трубный звук, мы знаем, что этот трубный звук возвещает имя Ешуа Мессии, великого царя и спасителя Израиля, амин, давайте воздадим ему славу, Аллилуйя, Аллилуйя. Аллилуйя.